Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 29 марта, день Савина. Святой мученик Савин был правителем египетского города. Его уважали жители, которым он всегда помогал. Во время гонений на христиан он уединился в пустыне и оттуда подавал всем помощь. Был выдан одним нищим, которому ранее неоднократно помогал. Его схватили римские воины и привели на судилище. Мученика держали острым железом и жгли огнем, принуждая поклониться идолам. За отказ он и шесть его товарищей были потоплены в Ниле. К этому дню снег обычно таял и санный путь уже не действовал. Поэтому говорили, на Савина крестьянин сани спрятал. Загоняли сани во двор и готовили телегу. Проверяли, насколько она цела и не нужно ли ее было ремонтировать. Кстати, современные водители, соблюдая традицию, именно сегодня проверяют свои автомобили на предмет различных неисправностей. Приметы. Теплый день предвещает такую же погоду в ближайшие дни. Громко воробьи чирикают и купаются в лужах. Будут теплые дни. Облака сегодня высоко плывут по небу к теплу. Нельзя есть хлеб после захода солнца. Это к нищете. Не одалживает деньги сегодня. Весь год в долгах ходить будете. Сегодня не следует спорить с людьми, ссориться, чтобы не навлечь на себя беду. Сегодня не растапливали печь и не выпекали в ней хлеб, чтобы не навлечь беду. Вообще не рекомендуют сегодня разводить огонь. Если поднимать тяжелые вещи, забот прибавится. Не следует сегодня садиться в сани. Можно свою удачу проехать. Владимир Романенко. Доброго здоровья. Вопрос. Сколько раз в неделю вы термируетесь? Вот смотрите. Вот этот вопрос, он, можно так сказать, несколько неуместен. Ввиду того, что у каждого человека способность к восстановлению своя собственная. Раз. Далее. На эту способность к восстановлению влияет мотивация. Два. Она тоже у каждого своя. Третья, значит, индивидуальная конституция тоже. И смотря, что вы тренируете, как вы тренируетесь. То есть, одно дело, силовая тренировка на развитие, после которой надо там отдохнуть, будь здоров. А если просто так размялся, можно хоть каждый день разминаться. Вот. Поэтому я тренируюсь, лично я тренируюсь по самочувствию. Вот чувствую, я отдохну. Вот после гравитационной гимнастики у меня, как правило, там побаливают коленные суставы. Примерно где-то два-три уходят на то, чтобы они только раз восстановились. То есть, на них была нагрузка, они восстановились. И дальше я ее повторяю. Поэтому у меня где-то выходит, и, кстати, гравитационная гимнастика, она, знаете, способствует не тому, что вы тратите нагрузку, а она, вернее, тратите энергию, она вам ее компенсирует и дает еще больше, чем вы потратили. Поэтому я где-то занимаюсь в среднем раз в три дня. Либо качаюсь, либо вот это делаю. Тренировка где-то одна больше, другая поменьше. В одной там больше вес, в другой там меньше вес. Но, тем не менее, я все это делаю по самочувствию. Это самый важный критерий. Ваше самочувствие. Ваше, а не мое.